Как сделать жизнь проще? Кто только не задавался этим вопросом. Нашлись умельцы, которые ответ таки нашли и неплохо на нем заработали. Называют их лайфхакерами. О них мы сейчас и поговорим. Упростить свою жизнь на самом деле задача нетрудная. Достаточно лишь проявить смекалку или же обратиться за помощью к всезнающему интернету. Последние годы сеть буквально наполнена самыми различными лайфхаками, и некоторые из них весьма полезны. Если ваши ботинки не слишком устойчивы на снегу, возьмите обычный степлер и, развернув его, воткните в подошву пару десятков скоб, чтобы она выглядела примерно вот так. Теперь вы будете гораздо увереннее чувствовать себя на улице. Чего только не найдешь среди таких роликов. Борьба с обледенением, необычная готовка блюд и даже правила выживания в суровых условиях. Такие ролики достаточно быстро набирают просмотры и приносят их авторам определенный доход. Вообще, в принципе, можно назвать это бизнес-проектом. Если хорошо вложиться, придумать классные идеи, то можно на этом зарабатывать. Вообще, съемка видео частично приносит доход, но изначально, конечно же, больше убытков, чем дохода. Вот, изначально я вообще снимал на планшет, но потом постепенно, как канал стал раскручиваться, доход повышался, и покупали уже более хорошее оборудование и выходили на новый уровень. Эдуард уже давно в своем деле. Его необычные лайфхаки стали достаточно популярными среди русскоязычных пользователей сети. Многие ролики даже перевалили за миллион просмотров. Не отступает от него и наш следующий герой Данил Хиль. Так неужели стать героем интернета так просто? На самом деле, я начал снимать видео не в коммерческих целях, я начал снимать видео ради себя, ради саморазвития, чтобы что-то из себя представлять. Идей было очень много, но не было средств, чтобы осуществить мои идеи. Но как-то раз было мое день рождения, и мне подарили деньги. В общем, в итоге я вложил 500 долларов, и вроде начали появляться подписчики. А что дальше? Неужели для полного счастья людям достаточно заполучить мимолетную славу в интернете? Или же они стремятся к чему-то большему? В дальнейшем я хочу пойти в сферу видео. И вот эта платформа, куда я выкладывал видео, это была как бы подготовка. Но в дальнейшем я собираюсь поступить на режиссера или на видеомонтажера. Ну а если вы не разделяете точку зрения Данила и готовы на все, чтобы добиться популярности в сети, то ловите совет от программы Headliner и Эдуарда. Итак, дорогие зрители канала HitTV, сейчас для вас от меня лайфхак будет, как стать популярным за максимально короткий срок. В общем, первое, что вам необходимо сделать, это придумать классную качественную идею, хорошенько ее продумать, вложиться в это и запустить ее. И не останавливаться на достигнутом. Тогда все цели ваши будут достигнуты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!